После победы над Хабаровским Амуром один из журналистов задал вопрос тренеру московского «Спартака» Милошу Ржиге. При этом он вскользь назвал команду «Амур» несерьезной. Обычно спокойный тренер гостей Анатолий Емелин стерпеть подобное не смог. Надо просто вам спуститься с небес немножко. Это мое мнение. Тебе должно быть стыдно. Собей спустись. Ты сильный очень. Реакция Анатолия Емелина объяснима. В матче со «Спартаком» Амур несерьезной командой не выглядел. Более того, уже на 39-й секунде Михаил Рязанов вывел гостей вперед. Блестяще действовавший в дальнейшем Евгений Конобрей откровенно сплоховал. Да я что-то не понял. Я то ли потерял концентрацию, то ли что. Даже не знаю. Ну, такой момент. Я думал, вообще будет остановка игры. Братство вратарей – дело для голкиперов святое. Коллега Конобря Сергей Борисов ответил тем же. Отразив убойный бросок Максима Рыбина, не сумел справиться с более простым повторным. В составе «Амура» нет тавгаев, но постоять за себя может каждый. Во втором периоде разошелся Александр Крысанов. Сначала форвард дальневосточников повесил на ворота масочника Кирилла Кабанова, а затем принял вызов признанного бойца Дениса Баева. Третий период и овертайм стали бенефисом голкиперов. Конобрей и Борисов тащили все, что приближалось к воротам. На двоих за весь матч отразив 62 броска. И если Конобрей уже успел стать любимцем спартаковской торсиды, то после блестящей игры в «Сокольниках» Борисов наверняка завоюет симпатии хабаровчан. До этого его даже в лицо не знали. Я смотрю, выходит из служебного входа последний паренек в костюме «Амура». Подхожу к нему, говорю, слушай, ты Серегу Борисова не видел? На что последовал очень простой ответ. А это я. Было дело, я вышел на улицу, положил баулу в автобус, пошел в раздевалку, там надо было за вещами зайти. И меня спрашивают, а там Борисов не выходил еще? То есть я говорю, ну не знаю, вот мимо идет. Он подошел, говорит, да ладно, шапочку приподнял. Мне говорят, а и правда, что Борисов. Ничья была бы справедливым итогом встречи, но в серии булитов должен был остаться один герой. Им стал Евгений Конобрей, отразивший оба броска. После игры довольный вратарь «Спартака» мог остаться без одежды. Дай матч! А я в чем играть буду? В гору в тело, ехать! Масса эмоций и переживаний, а между тем в прессе матч «Спартак-Амур» назвали самым скучным. Хорошо, что Анатолий Емелин не слышал. Анатолий Емелин не слышал, что Анатолий Емелин не слышал.